Здравствуйте, дорогие друзья! Очень радостное событие произошло. На днях нам приехала эквагенера, заказ. Приехали растения и наконец-то я смогу вам показать, как я их сажаю, что я с ними делаю после приезда, весь процесс реабилитации, если нужно. В общем-то, все-все-все. Так, начнем мы с блоков, пожалуй. Сейчас я снимаю бумажку. Это у нас мы с давалием от Акса. Мы ее будем сажать на блок, потому что она растит в литоносе вниз или плагиотропно, то есть они стелятся. Поэтому нам нужно, чтобы она сидела не в горшочке, а красиво сидела на веточке. Что мы, собственно говоря, с вами и сделаем. Я очищаю полностью ее от сфагнума, прям максимально. Скоро мы с вами переместимся поближе к воде. Мы будем ее промывать, потому что растение слегка обезвожено. Это мы видим потому, как верхний слой листа морщинистый, он обезвожен, лист. И нам нужно восстановить водный баланс у нее. Желтенькие листья. Я не сильно увлекаюсь удалением листвы, какой-то обрезкой растения перед посадкой, потому что смысла в этом нет. Она все равно в первую неделю после посадки сбросит все, что ей не нужно, и оставить только то, что нужно. Я предпочитаю делать так, чтобы растение само разбиралось, что ей оставить, а что нет. Сейчас мы с вами распакуем всех остальных, потому что мы будем их промывать и замачивать в воде. Это у нас маздувалия Велакс. Очаровательные миниатюрные маздувалия из-под секции каудата. Бумажки убираем. Сфагнум убираем. Я стараюсь не замачивать растения сразу, да, прямо во мхе. Я стараюсь сначала их разобрать и посмотреть, нужно ли их замачивать в принципе, нужно ли их как-то масштабно мочить водой, да, или не нужно. Листопад начинается, она подсохла, поэтому сбрасывать листья, но для маздувалий это не опасно на самом деле, потому что они как легко сбрасывают ботву, так же легко ее и наращивают. Ничего страшного в этом нет. Так, это у нас... Это у нас маздувалицы, тоже очаровательные маздувалицы группы каудата. Очень классная, симпатичная. Всегда большая радость, когда все они доезжают в живом состоянии. В общем-то, без какой-то очевидной пересортицы. С первого взгляда кажется, что они все похожи друг на друга, но на самом деле, когда уже достаточно давно работаешь с маздувалиями, начинаешь их отличать по внешнему виду, по гайбиту, по листьям, по соотношению листа и рамикулы, пропорции. В общем-то, через некоторое время все это приходит. С опытом, так сказать. Вот она вполне похожа на пыль. В хорошем состоянии, менее обезвоженно, чем все остальное. Очень хорошо доехала. Молодец. Ее мы замачивать не будем. Большинство из этих растений будет посажено на блок. Боливиндис и пастенату мы посадим в горшочки. Потому что они растения крупные, быстро отформируют корневую массу достаточно большую, разрастаются, большие куртины, поэтому, конечно, нам выгоднее сажать в горшок, чтобы там было много места для развития корней. Как видите, у всех мы сдували приехавших совершенно мертвая корневая система. Да, она обрезана, ее практически нет. И в этом нет ничего страшного. Абсолютно. Мы сдували, очень хорошо наращивают корни. Для них отрастить новые корни это не проблема даже от старых ростов. Они этим, в общем-то, сразу начинают заниматься, как только попадают в оптимальные условия. Так что, пусть отсутствие корней вас не беспокоит. В прекрасном состоянии Боливиндис. И это очень здорово. Даже молодой рост не гнилой. Очень хорошее состояние. Пусть она туда ехала похуже, потому что у нее более плотные листья и больше подвержены гнилям, если она не сильно сухой запакованной, если какая-то влага осталась. Ну, это тоже не страшно. В общем-то, нарезом, как правило, такие вещи не перекидываются. Просто все не жизнеспособные здесь удалим. Достаточно цветоноса. Молодой рост. Может даже и не отвалится. Она тоже у нас пойдет в горшок. Ее мы просто промоем. Сейчас мы подготовим воду для того, чтобы замочить орхидеи. Я наливаю немножко горячей воды из-под крана, чтобы она была теплой. И наливаю где-то примерно такое же количество воды из фильтра, чтобы немножечко сравнять соль. убрать ее. Вот у нас получилась ванночка с теплой водой. Сюда мы будем помещать растения, которые нам нужно будет какое-то количество времени напитать водой. А с теми, кто не будет туда погружен, мы проделываем следующие манипуляции. Я открываю воду, делаю ее ощутимо теплой, прям даже почти горячей. Это градусов сорок. Вот такая горячая она. И начинаю промывать. Нужно хорошенечко промыть все листья. Вот такими движениями я листочки промываю, чтобы они, чтобы смыть с них всю пыль, грязь и так далее. Немножечко размять их. Да, вялое растение, турбера нет. Мы, наверное, его все-таки погрузим водом. Они очень хорошо относятся к промытию такой вот сильно теплой водой, назовем ее так. Это не повреждает у них никакие ткани. Несмотря на то, что растение холодного климата. Вот она делает свое дело горячая вода. Достаточно эффективно можно смыть всяких выразителей и просто грязь. Мы ее промыли. Я ее погружаю в водичку таким образом, что корни снаружи. Нам не нужно их особо мочить вместе с ридомой. а сами листовые пластины, сами листья, они находятся в воде. На берег воды с петербелок. Точно так же. Я стараюсь проработать каждый листик. У нас их, конечно, не бесконечное количество. Но такое счастье редко приезжает. Практически даже никогда. Обычно это зеленочки с ограниченным количеством ростов. Параллельно убираю остатки сфагнума. Ну и все, что само отваливается, вдруг говоря. Ну и еще один сухарик называли мизином. Если верхний слой кутиковы сильно сморщен или сильно высох, я стараюсь его прям поплотнее тереть под водой, чтобы он ей лучше напитался. вот в таком состоянии они у нас пробудут минут наверное 15 10-15 минут они по-любому будут в этой воде замачиваться. то, что сильно обезвоженные растения. Единственное, что по стенату я скорее всего вытащу раньше вот самую нижнюю, потому что она не настолько обезвожена и она больше склонна к гнилям различным. У нее более жесткая листовая пластина, более толстая. Она быстрее напитается водой. Поэтому мы ее вытащим через какое-то время небольшое, а эти полежат подольше, чтобы тоненькие листики напитались водой хорошо. Водичка теплая, не забываем об этом. Лучше теплая вода естественно будет лучше впитываться, всасываться, чем холодная. Это правило работает на всех живых организмах и оркидеи совершенно не исключение. Так что ждем. Сейчас мы будем сажать в горшок мы сдували по стенату. Вот такой мы горшочек выбрали, обычный пластиковый. Сажать я ее буду в кору, потому что в моих условиях кора лучше всего подходит в качестве субстрата. Соответственно каждый человек выбирает тот субстрат, который хорошо работает в его условиях, который подходит ему. У нас это кора. Еще раз повторюсь, может быть, когда лилась вода было не слышно, все мы сдували с тоненькими листьями, остаются лежать в воде. В нашем случае это на 15 минут как минимум, потому что они очень сильно обезвожены. А пластината, например, то, что у нее листья достаточно толстые и плотные, мы ее уже достали через 5 минут из воды, чтобы не сгнила она у нас. То есть чем плотнее, чем толще лист, тем меньше мы его держим в воде по приезду. Ну и, соответственно, если мы сдували не обезвожены, если листики хорошо в хорошем тургаре находится, наполнена жидкостью, то ее замачивать вообще не нужно. Просто хорошенечко промыть горячей водой и все будет хорошо. Засыпаем мульчой. Я ее слегка уплотняю. Дренаж, как вы видели, я не стала класть. Иногда я использую дренаж в качестве дренажа пенопласт. Такие стеропорные шарики. Иногда не использую, когда как. Здесь я не вижу в этом необходимости. Мы видим, что кустик у нас очень плохо держится, потому что мало корней и он будет выпадать. Для того, чтобы он не выпадал, мы его сейчас обложим сверху мхом. Смотрите, по уровню посадки сейчас я сажаю ее так, чтобы рост и часть корней были над грунтом, чтобы они не были заглублены. Ни в коем случае не заглубляйте эти зоны. Вот она над грунтом. У нас сверху будет еще слой мха небольшой и вот эти рамейкулы основания их, вся резома, она немножечко прикроется мхом. В сам грунт их лучше не заглублять. Сдывали и не любят глубокой посадки. Мы берем мох. Обратите внимание, это не сфагнум. Для маздывали, да в принципе и для практически всех орхидей я пользуюсь вот таким мхом. Это обычный лесной мох. Он достаточно плотный, плохо держит воду. И это хорошо. Это на руку, потому что растение можно почаще поливать без риска того, что оно сгниет от перелива. По крайней мере опрыскивать. Берем такой мох. Плотненько обкладываем. Иногда я его перед тем, как положить, промачиваю водой, чтобы он был более спрессованный и плотнее лег. Но сейчас, поскольку съемка это не очень удобно делать, поэтому сейчас я покажу сам принцип, а потом уже покажу конечный вариант, что у нас в итоге получается. Сейчас мы натолкаем мох и растение будет уже хорошо закреплено в субстрате. Это важно закрепить растение как следует, потому что если оно будет шататься и болтаться в процессе укоренения, это будет травмировать молодые растущие корни. Поэтому мы его закрепляем как следует. Если необходимо, то можно прибегнуть к помощи проволоки, если сильно тяжелые листва, там какая-то особая форма роста, если крепкие листья плотные перевешивают, тогда иногда нужна проволока. Но не в нашем случае, пластината легкие листочки и мох будет прекрасно держать. Вот у нас получилось, что мох частично закрывает основание резомы, но в то же время все на воздухе и все дышит. Вот смотрите, у нас все готово. Проливаю я горшок очень хорошо обильно и тоже теплой водой, где-то около 40 градусов, она почти горячая. Мох лежит плотно, растение хорошо зафиксировано в субстрате и обязательно смотрим на его расположение. Вот оно немножечко покосилось, мы его подправляем, слегка двигаем мох, то есть формируем как бы горочку, на такую небольшую горку вокруг самого растения. Вы видите, небольшая горочка, лишняя жидкость будет стекать вниз, она нам около ростов не нужна. Можно для красоты добавить сухой листвы, если кому-то нравится. Так, пастената у нас готова, ставим бирочку, чтобы не забыть, кто это, с пастенатой все. Вот мы посадили, мы сдавали у боливензис, практически прям как в лесу она у нас получилась. смотрите, она немножечко неровно сидит, наклоняется в одну сторону. Я для этого делаю вот так. То есть освобождаю здесь место с этого края и кладу сюда немножечко какого-нибудь наполнителя или мха того же самого или мульчи, чтобы отжать ее от края, чтобы она села ровно. Вот и все. Она сидит ровно, плотно и опять же в горочку. Вот такая красота. Все как на родине. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.